Дарк Соулс 2 Дарк Соулс 2 Ладно, сейчас я продолжу рассказ, что нам написали и что мы будем делать. А пока давайте посмотрим, куда ты вообще пришел. Это кто-то сидит или что это? Это кто-то сидит. Это какой-то гном с большим ледяным мечом. Нихера себе. Подожди, чувак, сейчас до тебя доберусь. Самоцвет жизни, косточка возвращения. Самоцветов по три штуки и того тоже по три. Неплохо затарились. А ты кто будешь-то? У тебя ко мне дело? Смотри, путь в ту сторону перекрыт. Этой безобразной статуей. А о небо. Кто вообще решил, что поставить ее здесь хорошая идея? Так что у меня проблема. Серьезно? Короче, у всех проблемы, все какие-то проблемные. Один синий чувак сидит с банунища, потерял все, пропил все, сидит за голову, держится. Второй сидит ключ, не может, видите ли, найти, открыть халупу свою. Иди сам, блядь, поищи. Меня отправляет. Этот сидит тоже, статую надо, видимо, убрать. Обоссался он. Видишь статую? Мне от нее не по себе. Если слишком долго на нее смотреть, она словно оживает. Что-то здесь не так. В этих краях даже нет мастеров. Да и есть кузнец один там есть, только ему ключа надо дать. Ты ведь не думаешь, что живого человека обратили в камень? Думаю. В этом мире, чувак, возможно, все. Какая статуя тебе мешает пройти? Где эта статуя? Вот здесь? Много пятен здесь. А слишком много. А? А ты кто? Тихо, что это, куда это я попал? Похоже на темницу. А ну, спокойно. Подкрадем сейчас. Ай, блядь, не подкрадешься к нему. Вали, вали, вали. Зараза. Хорош, 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 хорош. Так, одного завалили. Бедная душа впереди. Не знаю, какая там бедная душа. Но тут. Что-то непонятно. Какой-то беременный полый. Хрен знает. Открывай дверь. Давай, выходи, скотина. Сражаться будем. Ох, ни хера, через стену херачит. Сюда подойди, собака. Чё это у тебя там... А чем это он дерётся? Он, походу, каким-то скелетом бьёт. А щит хорошо защищает, кстати говоря. Щит отлично блочит. Ай, спина, скотина. Чё ты спину-то подставляешь-то ему? Ещё бы жопу подставил бы. Да иди ты нахер! Бляха, муха, смотри, завалил. Вот и так вот и помогаю всем. Нихера себе, смотри, у меня уже живот какой. Хе-хе-хе-хе-хе-ть. Вот, наша первая смерть. Поздравляю, в третьей серии. Не смогли мы дольше прожить. Вот как вы не смогли. Как не старались, так и не смогли. Нихера не получилось. А ты кто? А, подожди, это уже Вестник? Чё ты скажешь, как я тебе выгляжу теперь? Ох, нифига себе. А это кто? А, это... Чей-то фантом. Чё ты скажешь мне, Вестник? Проклятый. Ищи души. Огромные, могучие души. Найди короля. Это единственный способ. Позволь этой земле поглотить тебя. Как и многих до тебя. Всё, короче, ладно, иди нафиг. А это кланяется кому-то, ноги целуют. Чё ты там кланяешься? Там же земля. Нам ещё Влад сказал, что можно как бы у костра... Подождать, здесь нельзя. А вот, переключить. Есть и отдохнуть опция у костра, или же переключиться на букву Н, по-моему. Да, вот буква Н. Дотронуться до озера крови. Получается, буква Н переключает. Вот, если нам надо будет зажечь факел, когда у нас появится тот самый факел. Вот, он таки зажигается от костров. Но нужно подойти к костру, вместо того, чтобы возле него сесть, нажать Н, и тогда переключение будет срабатывать. А, получается, мы вышли вот оттуда, а теперь можно как бы сюда ещё. Я этого хода просто раньше не видел. Полюбасу вернусь, ты что? Надо этого гнома спасти, чтобы он там прошёл. Только как я статую-то уберу, если я даже в первой серии не смогу убрать, надо там какую-то... Так как нам тоже сказали, ветвь какая-то особая. И этой ветвью только убираются, кстати, статуи окаменелые. Но ветвью эту хер найдёшь. У деревьев, конечно, есть ветви, но я не дотянусь, чтобы их срубить. Это плохо. Господи, сколько смертей и отчаяния было здесь, смотри. Как в кабаках. Это даже хуже, чем в кабаках, когда кто-то рыгает, постоянно обрыгано всё. И тут даже больше этого смрада, этого... Вот, смотри, все ступеньки нахер закрывавленные, офигеть. О! Это моё. Отдайте обратно. Ну, скотина, ну всё. Я тебе отвечаю, сейчас ты сдохнешь. А чё же он поворачивается? Почему я не могу подкрасться к нему со спины и ввалить ему в спину-то? Стой-ка, подожди, стой-ка. О! Бляха-муха. Пошёл ты, шлюха! Ты где нагулял себе такое чрево? Ах ты, сука. Ай, бляха-муха. Тихо, всё. Убил. Только, пожалуйста, не падай в меня. Можешь упасть куда-то вот туда, дальше. Почему в меня-то падать надо? Так. Ой, блин, я думал это... Открываешь? А чё, дверь-то закрыта? Ты же открывал. Вот так и открывать. Учись, смотри и учись. А ты иди сюда, мудозвонище. Кому сказал. Ну, вылазь давай, ну чё я тебе ждать буду? Щит, конечно, слабо блокирует. Он поглощает далеко не весь урон. Это плохо. Но... Ладно, покатит пока. Хорош, хорош, хорош. Иди на бок! Сукин сын! Чё это за беременные, блин, талисман лойда? О, взяли, хорошо. Беременные мудаки. А вот в тех вот темницах тоже они? Ща проверим. Вроде никого нет. Короче, смотри, тут какая-то баба. Пыталась чё-то тянуть за рычаг, но, видимо, у неё нихера не получилось. Она или сил не хватила, или чё. Ну, осторожно, толчок и надо враг. Толчок и враг. Толчок, враг на толчке. Господи, что за фигня здесь творится? Я её нельзя никак... Смотри, статуя преграждает вам путь, я не могу её, как бы, расчаровать. И, судя по тому трикотанию, которое тут за дверью я слышу, это, скорее всего, наши старые знакомые Василиски. Кто бы ещё бы так дохнул на неё, что она окаменела? Это Василиски, всё. Сто процентно тебе говорю. А здесь он что? Чито? Ничего. А чё же эти твари-то не выходят? По-моему, там вон кто-то есть, нет? Да, он там ещё один стоит. Чмырь. Ну, не выходит и не выходит, хорошо, мне же лучше. Чувак, пока без вариантов, не могу ничего себе помочь, не могу сделать, извини. Вижу я статую, но я, как бы, тут не при делах вообще. Вот. Продолжаем свой рассказ. Что нам ещё сказали-то? Ещё нам сказали, что там же, как бы, если зажечь все вот эти вот факелы, которые там стоят в первой локации самой, после дома этих старушенций, то к нам должны вторгаться фантомы. Но факелы я не могу зажечь, потому что, как бы, во-первых, не хватает времени действия факела. Нужно больше факелов нам. А во-вторых, просто-напросто не позволяет мне статуя, которая там заграждает вход в дерево, исследовать всю эту локацию. Всю-всю-всю. Чтоб везде всё просто позажигать. Потому придётся пока это отложить, зажигание, да и факела пока нет. Вот. И ещё, насколько я знаю, теперь, что можно бросать в гнездо этим воронятам. В гнездо они принимают гладкое шелковистое, да? А гладкое у нас это вот это наше яйцо серое, непонятно, нечто окаменевшее. Поэтому сейчас мы попытаемся вон туда, вон, забраться на лестницу, да? И отдать это нечто окаменевшее этим воронятам. Посмотрим, они возьмут, не возьмут, хер его знает. Короче, сейчас разберёмся. Надеюсь, что возьмут. Смотри, а тут если спрыгнуть, то можно вон, как бы, забрать ништячок. А как бы нам, чтобы сюда вот попасть? Это нам, наверное, по любасу надо идти в дерево, да? В которое нас не пускают. Ну, скорее всего, так и есть. Или хрен его тут знает? Ну да, походу. Ты, ты, давай гладкое. Ты иди, шелковистое давай. Милота какая. А я сейчас дам вам гладкое шелковистое, погодь. Есть такой у меня. Да блин, слышь, ты! За гнезда у меня вытесняет. Стал тут, блин, с тяжёлых доспехах. Где-то здесь у меня есть гладкое. Приятное на ощупь окаменевший предмет. Назад, показатель инфо. Подожди, а что я не могу губыкинуть? О! О! Та-та! Такое хорошее и гладкое! Та-та! Щелковистое и гладкое! Хе-хе-хе-хе! А что дали взамен? Мерцающий титанит! Охереть! Охереть, ребят, спасибо! Это ж нынче... Тихо. Это ж ценная вещица-то, мерцающий титанит-то, собственно. Это вообще просто... Неоценимо! Ну да! Вались! Валяйся! Лежи, скотина! А-а-а... Где-то здесь... Тихо, сейчас в обрывках прыгну. Где-то здесь будет. Хе-хе-хе! Вот здесь. Надо прыгнуть только вот сюда. Оп! Хорош! Душа безымянного солдата. Зажигайте светильники с помощью факелов. Чуваки, если бы были факелы, я бы просто бы вообще... А подожди, а может у меня он таки есть? Давайте проверим. А ну-ка, вот так вот, нет? Нет, факела нет, потому что... Короче, ладно, имеем то, что имеем. А то, что имеем, то, что не имеем, оно имеет нас. Давайте почитаем про этот титанит, хотя, в принципе, это читать не имеет смысла, потому что в первом Dark Souls мы о нем и так все прочитали. Но те, кто от меня не смотрел по какой-то причине первый Dark Souls, будут ознакомливаться по новой здесь. Погоди, титанит это у нас, походу, находится... Тихо. Сюда. А что оно не пролистывается, это меню? Подожди, что-то как-то странно. Листайся, давай. О! Вот оно. Да, блин. Смотрим. Титанит, обладающий особой силой, усиливает снаряжение, которое нельзя усилить обычным образом до плюс пяти. Интересно, что за катаклизмы привели к возникновению столь мощного титанита. Действительно. Короче, он нам будет помогать усиливать какое-то там оружие, которое нельзя усиливать обычными путями. Поэтому это довольно ценная вещь. Давайте теперь посмотрим, что там у этих бабок. Так. Давайте пока сохранимся здесь. На всякий пожарный. Мало ли, что нас там ожидает. Вот. Да заодно и жизнь не пополнили без того, чтобы тратить нам эстус, да... Наши самоцветы. Ребят, точнее, женщины! Что вы мне скажете, бабоньки? Я же уже тут... Уже как бы полый. Я уже тут жизнь-то пронюхал. То же самое все, да? Ничего нового от вас ждать не приходится. Да хорош ты, триндеть! Дай выпусти меня отсюда. Так, я так понимаю, где-то здесь мы что-то не досотрели. Ну, там явно досотрели все. Здесь, может, как-то можно пройти вот сюда. Наверх. Так, наверх я не прыгну. Но там, скорее всего, ход таки есть. Он есть. Туда может кто-то попасть. Но, скорее всего... Может, за водопадом? Вот так, нет? Хер бы знал. О! Погодь! Гладкий, шелковистый камешек? Охереть! Так это шелковистая! Шелковистая! Можно же отдать этим ребятам. Нашим старым знакомым. Где он? Вот. Гладкий и шелковистый камень. Используйте его для восстановления небольшого количества здоровья. Гладкости, как у этого камня, не добиться простой полировкой. Лишь за долгие века камень может приобрести эти свойства. Некоторые из местных жителей собирают такие камни. Даже знаю, кто собирает. Он, конечно, здоровье это добавляет нам. Но у меня есть эстус, у меня есть еще эти... Эти... Как их там? Господи. Самоответы жизни, вот. Поэтому пока нам хватит. Может тут можно пройти, кто-то, нет? Сотри! Вот, спасибо за подсказку, ребят. Серьезно, это просто неоценимо. Но куда вы меня привели-то, собственно? Смотри, тут же явно какая-то махина там дальше. А я смогу ее ушатать сейчас прям. Находясь на начальных этапах еще. Развитие персонажа. Что-то не сомневаюсь в этом. Ну, хер его знает. Дарк Солдс, попытка не пытка. Ох, господи. Это кто? Это что-то похоже на... А, ну такие же, такие же огры. В принципе, мы их наблюдали, когда ходили тут по мостам, по этим, по деревьям. Стоял такой на побережье. Может его как-то можно ушатать, нет? Давай-ка пытаемся хотя бы. Ну что, урод? Ну что, щегол? О-о-о-о! Ух! Фига, еще и падает. Пах, вали, вали, вали! Хорош, 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 хорош. Давай-ка распакуем подарочек. Тихо. Где от меня? Говно! Сраное говно! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Спокойно, чувак! Ух, щит как, блин! Щит держит! Только благодаря щиту еще могут выжить. Иначе хрен знает. Да упади! О, молодец! Вали, 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 вали! От него вали! Шли нафиг отсюда, слышь. А он выбежит сюда, нет? А он не выбежит сюда. Ха-ха-ха-ха! Слишком жирный! Жопу-то отъел! А ты жопу-то отъел? Давай-давай, возвращайся. Надеюсь, ты жизни там не восстанавливаешь, нет? Со временем. А то сейчас я приду, а у тебя снова полное количество хп. Чувак! О, половинка, хорош! Он меня, главное, что не сразу палит! Скотина! Да пошел ты, блин, так раздает! Хер с ним совладаешь. Тут надо, наверное, не щитом, тут надо просто откаты от него. Производить. Тогда только будет что-то получаться. А иначе... А иначе! Видишь, что происходит? Видишь, что происходит? Как тут выживать? Как, матер... Выживать-то? Иди сюда, говно! Хорош, хорош, хорош! Упади, упади, молодец! Оу! Ну и что это было сейчас? Повыпендрился? Хорош! Ха-ха! Хе-хе-хе-хе! На, говно! Хе-хе-хе! Хорош! Лежай! О! Это какой-то Огор-Циклов. Смотри, с одним глазом только. Каменное кольцо. Наверное, полезно, что у него забрали. Смотри-ка. Фух! Сражение, конечно, потненькое было. Попотели мы с ним. Но это того стоило, особенно учитывая, что кольцо это дополнительно снижает равновесие противника. А ты чё? Мы круто-то взяли! Любимое кольцо доблезного рыцаря Лотиана по прозвищу рыцарь без щита. В прошлом из форосы. Противникам наших с равновесия это выбивать. Здесь, так понимаю, всё, уже больше ничего тут нет. Тихо, забрать пять минут. А, чё-то я слепой. Золотая смола. Скорее всего, усиливает оружие, типа, делает его электрическим на время. Ну, как и в первом Драгсоулс было, так же само. Я так понимаю, да? Оно? Редкая золотистая смола наделяет оружие в правой руке могуществом молний. Я же говорил. Усиленное ею оружие в течение недолгого времени наносит урон молниями. Особенно эффективно против врагов, устойчивых к магии и огню. Чего? А молнии? То есть, если враг устойчив к магии и огню, ты можешь его молнией спокойно херачить? Что это нелогично. Я бы понял, если там он устойчив к молнии, то ладно. А так, это можно просто любой меч намазать говном, и тогда он будет устойчив ко всему, или хера? Что это они пишут тут? Чего пишите, ребята? Так, все, походу, здесь мы все нашли. Боже, какой я страшный, когда я мертвый. Надо вернуться в Маджулу-то, собственно. Пошли вернемся в Маджулу. Бабоньки, больше ничего не говорите мне? Понятно все с вами. Идите вы нафиг. Неинтересны вы, скучные старухи? На пенсии завели кошку-шалкуардок, и шалкуард от вас ушла. Одиночество, это тепло ухода. Хотя им там втроем, походу, не скучно. Так. Возвращаемся тогда в Маджулу. И с Маджулы уже быстренько сейчас пойдем тогда в лес этих гигантов, когда нам надо по сюжету идти. Потому что, я так понимаю, это пока что единственная локация, куда нам можно, где нас еще, возможно, не убьют. Потому что я пошел в эту, в огненную башню Хейда. Там же, вы помните, как этот рыцарь спал? Я ему говорю, вставай, сука, хорош спать. А он меня, оп, и я ушел, еле ноги унес. Вот. Там еще рановато нам появляться. А почему... Тихо. Ай, думал, там ход. А почему эта огненная башня Хейда здесь не видится нигде? Она же вон там, вот за вот этой вот фигней. То есть она где-то, где-то вот там вот за скалой. Но она настолько большая, что она, в принципе, должна быть показана-то. А она почему-то не показана. Или, может, вот то она там, вот то, вот то вообще. Скорее всего, то огненная башня Хейда. Просто проход там был больше, чем кажется, на самом деле. А вот это, насколько я знаю, шпиль башни замка Дранглика. Виднеется впереди. Там, вон, виднеется впереди крепость, где нам говорили, что она, типа, идет... Эта крепость находится за лесом. Туда нам, походу, и надо с вами идти сейчас. Поэтому давайте, не долго думая, не щелкая языком... Он нас сопровождает. Пошли! Только я первый, сука, пойду! Ты что, кого-то обгоняешь тут? Пошли, короче... О, тихо, сундук, тихо. Пойдем в лес. Так. Погребы, по ягоды. Стоп! А какой нахер лес? У нас он, смотри. Ржавая монета. У нас 1930 душ. Значит, можно пойти себе левел прокачать. Давайте-ка посмотрим, что там за монетку нам дали-то. Ржавая монета. Ох, нифига. Да подожди, блин, неудобно немножко. Надо привыкать. Старая ржавая монета. Сломав ее, можно на время увеличить удачу. Эта ржавая монета прибавит вам удачи, так необходимое для поиска предметов и тому подобного. На монете отчеканено изображение бога, почитаемого в стародавние времена. Но откуда она сказать невозможно? Вот так всегда. Нихера вы не знаете. Я что ли сам тут должен все узнавать? Так. Вестница. Ты что вестник, если ты вестница, если ты женщина? Ты тоже устала, тоже подперла голову. Все что-то какие-то уставшие тут просто не знаю. Вставай, давай. Да могла бы и не вставать. Я тебя и так уважаю, и знаю, что ты меня уважаешь. Знаешь, что у нас что-то будет, возможно, в конце игры, если мы выживем все. Это я все говорила-то, давай, хорош. Повышай мне левел, подруга. Поклонюсь тебе прям сразу так, ну, хоп, и взял, поклонился и прямо в юбку уткнулся. Говорит, ай, повышай скорее. Подол платье, ее поцеловал, там. Вестница. Давай. Так. Че повышаем? Жизни подождут. Стойкость, стойкость-то че? Стойкость, баланс. Это баланс, я так понимаю, выносливость, наверное, еще, да? И выносливость повышается, и здоровье повышается вместе со стойкостью. А если жизни повышать? Повышается сопротивление к оменению и здоровье. Так лучше ж повышать вот так вот, чем хер его знает. Давайте тогда пока стойкости себе добавим, чтобы реально у нас была нормальная охеренная стойкость. Или подожди, нам там на какое-то оружие силы-то не хватает. Давай силу пока прокачаем. Вот так вот сделаем. Блин, не хватает всего лишь там каких-то сраных... Сколько считаете? Кто там математик великий? Восемь плюс семь. Пятнашки, походу, не хватает, да? Вот, душ. Ладно, тогда пускай будет пока сила, да? Пока мать на сила. Сила. А тоже, смотри, повышается и выносливость, и очки здоровья. Баланс повышается. В принципе, ну... Ладно, пускай будет так. Подожди, так это я стойкость прокачаю. Тихо. Надо же опустить. Вот что означает, пока я учусь еще в этой игре, привыкаю к управлению. О, смотри, повышается здоровье. Повышаются атаки силовые. Типа бонусы от силовых атак. Оружие. Ну, ненамного-то оно и повышается, но, в принципе, пока для начала хватит. Подтверждаем. Все! Мы, наконец-то, впервые повысили себе левел. Давайте все пока оставим как есть. И с повышением левела нам еще вестница подарила полную шкалу жизни. Это хорошо, это отлично. Спасибо тебе, дорогая. Я пошел сражаться. Теперь я готов к тяжелым схваткам и тяжелым вызовам скорой помощи. Так. Что у нас здесь-то? Нам бы очеловечиться бы сразу, но у нас пока фигурка-то одна. А тратить как-то ее не хочется. Поэтому имеем то, что имеем. Давай уже, выходи отсюда. Куда это мы выходим с вами? Какие-то канализации, каналы здесь. Что-то пока тут лесом и не пахнет, так сказать. Мост подвесной, смотри. А там что такое? Тихо. Ничего тут нету. О, там он миштячок. Любопытно. Сейчас заберем. Тут выход в лес, да, я так понимаю? А тут что-то тоже есть. Осторожно, мостик хрупкий. Оп. Что у нас там? Человеческая фигурка. Не, давайте пока все равно экономить. А тут что? Тут я смотрю, надо прыгать, да, будет? А то там он глубина. А там ништяк лежит. Поэтому, наверное, надо прыгать. Не наверное даже, а точно. О, рожь, молодчик. Красавчик. Косточка возвращения, душа пропавшего мертвеца. Пошли. Блин, вот дурак. Надо было там, когда мы стояли возле вестницы, душу ту одну сожрать. Чтобы нам как раз и по очкам там догнать один левел. Еще бы повысили все. Но, ай. Хер с ним. Надеюсь, не просрем тут уже. Опять эта машина убийств. Ну, капец. Эти тролли, эти огры, циклопы или кто они там такие. Лес павших гигантов. Меня задолбали. Пошли. Что? Что-то звуки такие. Оу, твою мать! Ты кто такой, сучонок? Ты откуда-то взялся-то тут? Так пугать-то до усрачки. Ты чуть не насрал тут прям кучу на тебя от страха. Ты что? Что тут пишут-то хоть? Я уже даже не обращаю внимания, потому что столько много сообщений, все не перечитаешь. Задница впереди. Тьфу, засада впереди. Хотя, засада и задница это одно и то же, собственно. Поэтому удивляться нечему. Сейчас, короче, до тебя доберусь. Смотрю, тут всякая мелочь бегает. Надо с мелочью сперва рассчитаться. А потом будем с тобой рассчитываться. Иди сюда, урод. Удот. Ох ты, гад, зацепил. Зацепил, отдаю тебе должное. Ты молодец. Так, слышь. Отвали пока от меня. Я тут вижу костер. Хе-хе. Смотри, что не локация, то сразу костер. Как так быстро, так все. Аж приятно. Сядем пока. На дорожку посидим. Может нам перенестись и повысить левел себе? Давай перенесемся, слышь. Что нам стоит? Вот, Маджула. Сейчас прям к Вестнику перенесемся. Пошли. Слова мощного лечения. Чудо из фолианта мощного лечения. Что-то там здоровье восстанавливает. Хорошо. Но я пока не маг. Ты мне постоянно будешь этот трендеть? Давай левел мне. Сразу силу давай. Так. Теперь у нас 13 уже силы. Еще 2 будет, и мы сможем удержать Моргенштерн, по-моему. Потому что надо 15 на него. Главное стараться, и все нам будет. Нам все дано. Главное это с умом использовать. Как же у Кастрата сесть, чтобы тут, блин... О, хороший. Отправляемся в лес павших гигантов. В... Куда? Убежище трусов. А почему убежище трусов? Что это означает? Ну пошли в убежище трусов. Хотя я же не трусник, вы еще, ребят. Я сражаюсь, как... Блин, не знаю, как... Сотни воинов во мне. Я ощущаю в себе их присутствие. Смотри. Сейчас вот как пойду раздавать. И сюда говно! Я говорю, я наделен просто силой тысячи. Мать твою воинов. Пошел ты нахер. Так, надо вот этого жирного быстро распетлять. О, тихо, что он дал? Самоцвет жизни. О, из врагов выпадают самоцветы. Это хорошо. Это полезно. Что-то я не ощущаю в себе способности ошеломить противника, как вот нам кольцо это... давало. Должно было дать. Что-то я пока не ощущаю. Лышь, что? Давай драться с тобой. Давай драться. Ааа! Твою-то мать! Это было... Это было... Рисково. Не предусмотрел. Бывает. С кем не бывает? Давай за деревом-то тебя. Сюда иди, говно. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. О, хорош. Ай, бляха-муха! Упади! Собака, на! Откат! Хорош-хорош-хорош-хорош-хорош. Спокойно, блин. Я весь мокрый. Из-за тебя. Поколение в воде. В твоей санине. Иди сюда. Что ты хочешь? Что ты ходишь? Кругами-то. Да ты атакуй удары, наноси. Говнище ты. Ах ты, блин. Я дерево вьюм из тебя. Ой-ой-ой! Оу-оу! На, говно! Оу-оу! Блин, отходить надо срочно! Блин, отходить надо срочно. Иначе мы не жильцы с вами сейчас будем. Ну, иди сюда, уже ударь. Куда ты пошел? Смотри, какой хитрый. Он, походу, меня хитрит хотел. Перехитрить. Все. Блин, зараза. Не достаю по нему. Ай! Твою мать! Твою-то мать! Тут самоцветы уходят, как, не знаю, как семечки. Щелкаются просто, на мать ты. На! Пошел отсюда! Не достанешь меня. Не достанешь, говорю. А что ты не падаешь? Что ты постоянно такие атаки применяешь? Ты упал бы лучше, для вида хотя бы. Ну и падай давай. Че, хераси? Падай! Падай! Ну! Ну ты какой-то хрен! Ладно, не надо падать. Не падай, пожалуйста. Не падай. Не падай, сука. Не падай. Не пад... Он и не падает. Говоришь, падай, не падай. Говоришь, не падает. Так тоже, падла, не падает. Ну, хватит, может. Ай, пляха, муха! Ну твою мать! Ну что с тобой делать? Иди вон, слышь. Той умный, да? Самый умный сейчас в часу бьет меня. Пожирай. Пошли от него подальше. О, молочек! Вот! Надо было просто забыть о том, что он падает. И все у нас было бы хорошо сразу. Просто моментально... Аааа, твою мать! Иди ты! Иди ты! Ну что это за скотина такая? Как с ней драться? Ну давай, атакуй хотя бы. О! Ха-ха! Я просто знаю, что это у него атака, после которой он очень долго встает. Душа гордого рыцаря. Вот, походу, большая душа уже, да? Походу, довольно большая душа. Ааа, может тогда еще пойти прокатиться? То есть, фу, блядь, какой прокатиться? Прокачаться! Нас и так уж тут прокатили все, кому не лень. Идем прокачаемся снова. Отправимся к нашей вестнице. Мы, походу, к ней постоянно будем отправляться. Это наша самая частая будет локация в игре. О, здоров, чувачок, что-то ты на пидора смахиваешь. Так. Шлем воителя народа Гирм. Нам уже такой показывали в первой серии. Я его запомнил. Поэтому, когда я его найду, я обязательно на свою балду напялю его. А где? О, смотри, она уже здесь. На океан смотрит. О, какая романтичная баба-то. Да не наша. Так. Что мы будем делать? Давайте посмотрим, что там за эти души. Ух, нифига себе, сколько мы уже тихо понаходили. Спокойно. Душа безымянного солдата. Душа гордого рыцаря. Дает много душ. Короче, понятно. Это много дает, это тебе мало дают. А ты давай меня прокачивай. Да-да-да-да-да. Хорошо. Новый левел хочу. Пятнашку давай мне. Все. Тринадцать, три насчет чет... Блин, четырнадцать еще пока. Ну, давай хотя бы так. Качай. Теперь надо мне, по-моему, косарь там, да, еще? До того, чтобы пятнашка была. Или сколько надо? Ну да, косарь надо. Косарь дают за убийство этого огра, циклопа. Но таких пока я найти не могу. Я знаю, один есть в междумире там, но до него, чтобы добраться, надо туман попойти, который загораживает каменная статуя. А туда пока нам путь заказан, потому давайте просто пользоваться тем, что нам дают подручные средства вот здесь. Давай сразу распакуем эту. Два косаря. О! Это хорошо. Распаковывай две. Не, давай две. Четыреста. Походу, двухсотка дается за одну. Да, проклятый, проклятый. Хорошо. Новый левел. Да, силушку богатырскую прокачивай-то. Силушку. Раз. О! И житухи давай, да? Или не, подожди, никакие житухи. Ты че? А че такое физформа? Вес груза будет у нас больше, как бы. И атаки силовые тоже прокачиваются с этим вместе. А, подожди, а адаптируемость что такое? Иди сюда. Сопротивлялки прокачиваются. И всякие защиты от ударов, резких выпадов, все дела, короче. Подвижности немножко больше добавляет. Ладно, пока не буду прокачивать. Давайте прокачаем себе стойкость. Как мы вначале хотели, чем самым. Этого нам пока всего хватит. Все. Ладно, пока погнали. Хорош. Давайте-ка посмотрим, смогу ли я теперь носить этот Моргенштерн. Подыму ли его? Так, это у нас что? Это у нас фиговая меч. Меч. Это вообще кинжал, походу, да? Или что это? Подожди, это что? Кинжал это. Тоже кинжал. Короче, говно одно. Моргенштерн самое нормальное. Вот удар будет хороший. По идее. Удар 130 плюс 34 параметры силы. Еще и кровотечение вызывает. Хорошо. Все. Я помню еще в первом Даркселсе, когда мы играли только в первом, мы начинали свой путь с Моргенштерном в руках. Ну вот сейчас будем тоже с Моргенштерном ходить. А что нам? Нам нормально. Погнали. Снова в этот лес. Блин, надо было взять и переместиться к костру. Но я этого не сделал. Хер уже. Ладно. Пойдем так, как пойдем. Сейчас мы туда пойдем другим путем просто. Так, очеловечиваться пока, наверное, не имеет смысла. Хотя хрен его знает. Мы так хорошо с вами пока что держимся. Дай бог, чтобы так и все время держались. Я аж постучал. Потому что это было бы очень прям хорошо. Смотри, двух огров раскатали, ни разу не умерев. Это, наверное, все сказывается то, что мы уже научены с вами как бы первым Даркселсом. Там у нас были соперники и побольше. Снова лес павших гигантов, снова этот огар. Давайте, может, попытаемся с ним Моргенштерном разбираться. Блин, засада реально, смотри. Реально эти засады, говорю. Офигели совсем, ребятки. Совсем уже просто оборзели. Просто вообще капец. И сюда говно. А щит галимый просто тем, что он не выдерживает полного урона. Он, короче, выдерживает, но выдерживает, там, может, процентов 90-95. И все. Посидим. Так, давайте я за кадром их всех распетляю, а потом пойдем с вами дальше. Так, мы сейчас находимся возле костра. Огра мы завалили с пятого раза. И из-за того, что мы пять раз погибали, наш внешний вид претерпел существенные изменения. Теперь хопа! Вот такой прям красота. Бороды нету, волосы вылезли нафиг. Короче, очень-очень прям все херово запущено. На обложку мужского журнала я вряд ли бы сгодился. Вот. Но, тем не менее, это дало нам возможности повысить себе уровень еще раз увесника. Повысил я себе, короче, жизненные силы, жизненное здоровье мое. И повысил себе еще немножко силу. Прокачал себе мускулатуру. Так, давайте предлагаю я лучше нам очеловечиться, потому что это совсем, ну, не вариант. Еще плюс он хп у нас теперь неполный из-за того, что я такой настолько полый. Это даже не полый, это просто ультраполый какой-то. О, вот это же, вот это же другое дело. Это же совсем уже другие... Другой вопрос. Подожди, а что это у нас? Одна фигурка всего. А вторая, типа, недоступна, пишут. А как так? Так, у нас же, походу, их... А, тьфу, блин, потому что недоступна, потому что я же человек. Зачем оно мне надо-то? Все правильно, все. Пошли. Ну, давайте, ребят. Иди вон. У меня теперь есть мой генштерн, я ложу на всех вас хер. Ах ты гад, смотри, он еще не убился с двух подач. Силен, бродяга. Самоцветы зато с них выпадают хорошо. Это полезно. Ладно, погнали дальше в лес. Нифига себе. Чем дальше в лес, тем больше корней. Я смотрю. О, засада, осторожно, зверь. Какой нахер зверь? Да тихо, я не прицелился даже. Вот уроды, смотри, что творят. Блин, просто надо привыкать. Надо ко всему привыкать. Сейчас мы все сделаем, только... Погодь. Опять засада, смотри. Вы не засранец, ты, а? Твою там матч, угробят меня сейчас. Подожди. Такими темпами тут. Да твою, а ты откуда взялся? Не, слышь, давай эту серию пока мы на этом закончим. Потому что это серьезно, мозговый нос уже какой-то пошел. Будем лес изучать уже в следующей. И уже детально, по полному. Просто по чайной ложке будем разбирать по мелочам. Вот. И надеюсь, эти твари уже будут от нас полностью просто огребать. Придется нам пока что не очеловечиваться. Будем вот так вот сражаться. А что делать? Экономия, экономия. Все, с вами был Морган. Всем удачи, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok